Друзья, приветствую! Владимир из Москвы прислал образцы масла Rolf Ultra 540. Это у нас полнозольник A3B4, значит баночка со свежим, баночка с отработкой. Масло использовалось в автомобиле BMW 530i 60 кузов 2004 года с трехлитровым M54 B30 бензиновым, 231 л.с. Объем масляной системы, ух ты, я даже не знал, что больше 7 литров, общий пробег автомобиля тоже серьезный, 333 тысяч километров, пробег на масле 5300 километров, при очень высокой средней скорости 60 километров в час, примерно 88 моточасов и используется газпромовский бензин 95-й плюс и 100-й. Также Владимир передал два образца масломобил 1FS 040 турецких, значит один образец февраль 24-го, а другой апрель 24-го. Попросил сравнить, канистры отличаются, допуски немножко различаются, поэтому Владимир попросил сравнить и на оригинальный, скажем так, проверить. Так, первым делом посмотрим на что похож данный Rolf. Кстати, данный Rolf очень сильно совпадает с таким же мобил 1FS 040, ранее мне присылали из Москвы и совпадение, посмотрите, какой 99,6 процента, очень высокое. На третьем месте такой же Rolf 540 Ultra, только из Петербурга мне передавали 99,4 процента, то есть сомнений нет, оригинальное масло, причем сделано на одном пакете и видите еще четыре, прям четыре Zika, потом опять мобил, опять Zika, опять Shell. Кстати, мобил и Shell очень показательные. Пакет Infinium здесь, я уверен, значит учредители Infinium у нас ExxonMobil и Shell, соответственно они используют свои пакеты. Так, Пау-базе, здесь отличается сильно ROE Hightech Synth RS, видите, с наличием Пау, в данном Rolf заявлен GTL, это значит база сделана из газа, вот тоже неплохой пик, ну превосходит конкурентов и Одинол, и Liqui Moly Meligen, и Fux Titan Super Synth, ну и опять же Lookoil, вот по базе там чистенькая она достаточно, хотя в принципе GTL плюс-минус похож на гидрокрекинг по этому пику. Так, далее у нас пакет, но здесь мы видим, что практически у всех одинаковые пакеты, чуть-чуть особняком стоит ROE, видите, есть такой небольшой всплеск в области эстеров, не факт, что это сами по себе эстеры, я тут масло проверял одно, тоже небольшой такой пик был, я подумал, что эстеры, а оказалось, что не эстеры, а какой-то другой компонент дает, это скорее всего тоже эстеры, но определенного там типа, отличающийся от Poly- и диэстеров, вот есть какие-то по-моему фенольные, что-то там такое, вот сейчас не готов по памяти, вот, но тем не менее, вот по базе и по пакету, наверное, все-таки здесь ROE лучше всех выглядит, но тем не менее, вот Rolf, что удивительно, сделан на инфиниуме, на точно таком же пакете, как Bobil-1 сейчас делают. Так, значит, данные по свежему маслу, ну, по окислению видно, что здесь нет у нас эстеров, пакет противоизносный ZDDP, ну, не сказал бы, что прям такой жирный, нет, 1,3, да, это полнозольник, похож на полнозольник, но не сказал бы, что прям там много противоизноски у него. Фенольных 1,1, аминных 1,13, хороший уровень, фирменные масла редко, кто антиокислитель и так наваливает, значит, и высокое щелочное 10,32, и невысокое, я бы сказал, для полнозольника кислотное 1,85, рабочая вязкость 13,79%, ну, соответствует сороковке, да, щелочное, напоминаю, кто первый раз смотрит или не часто смотрит, измеренно ГОСТом для отработки, это дает занижение в свежем, по другому ГОСТу для свежего, результат был бы другой, побольше, повыше. Так, значит, масло, это отработка, присутствует процент бензина, 0,99, также постепенно нарастает окисление, нитрование, противоизноска подработалась, остаток чуть менее 33%, ну, в принципе, пробег на машине серьезный, поэтому ничего удивительного, мне кажется, нет. Фенольные полностью сработались, но их было немного, по аминным антиокислителям остаток 69%, вот пробег небольшой автомобиля, особенно в моточасах, 88 моточасов, и еще достаточно высокие значения, щелочное 7,88 и кислотное 2,9, а вот, кстати, кислотное сильно подросло, тут, видимо, сказалось высокая скорость, ну, есть просадка по вязкости, такая приличная, 12,55, немножко воды 0,02, ну, понятно, что бензин присутствует, просадка в любом случае должна быть, если, конечно, это не перекат и уже загущение не стало перебивать то, что масло разбавлено топливом. Так, сейчас покажу вам на линейке, как выглядит разжижение, да, уже здесь очевидно, что разжижение будет, давайте посмотрим, вот так, достаточно приличная, но, наверное, наполовину, чуть меньше может быть, чем от допустимого, да, примерно плюс-минус половина, то есть криминала нет, но, но, тем не менее, да, 1% топлива немного допустимо, до 2% считается, но, в принципе, здесь высокая средняя скорость, хотя, может быть, эксплуатация перед отбором пробы была городская. Ну, и вот такой прогноз получился, смотрите, по моточасам вроде немного, 200 моточасов мощью нейтрализующие свойства, почти 12 тысяч километров, но, вот, обращайте на себя внимание, оксиды азота всего 344, очень низкий показатель, видно, что высокие обороты, большая скорость, высокая температура, да, здесь масло доставалось и, соответственно, оксиды азота очень сильно влияют на ресурс масла, ну и вот, что мы видим, вот высокая скорость, скорости владелец написал, там были и 200 плюс, вот, поэтому ничего удивительного, оксиды азота активно образуются на высоких оборотах при высокой температуре. Да, кстати, подписывайтесь на канал на Рутубе, ссылки в описании, компаратор можно заказать в описании, передать образцы, контакты для передачи образцов и получение инструкции тоже в описании можете найти к видео. Сейчас покажу вам результаты по мобилам турецким, вот подписаны ТР Турция, 0,4 и 0,2 и посмотрите, они не отличаются друг от друга и также третий образец такого же мобила, ранее присланного из Москвы, то есть абсолютно точно я вот уверен, что это новая рецептура старой рецептуры СПАО с эстерами у мобила-1 даже полнозольного уже нет, опять же вот посмотрите ЗИК ТОП 540, опять же Рольф Ультра, вот этот московский, ну тут вообще как бы без вариантов, могу точно сказать, что мобила-ФС теперь уже не торт, рецептура изменилась и это в общем-то масло все сильно похожее на Рольф, смысла никакого сейчас нет мобила-1 ФС покупать, вот пожалуйста тот же Рольф или ЗИК отличные замены, так скажем, для фанатов мобила. Вот такие получились результаты, благодарю Владимира за предоставленные образцы, за поддержку канала, все кто посмотрел данное видео благодарю за это, желаю всем удачи и здоровья, берегите себя и близких, всем мира, увидимся в следующих видео, пока!